Уважаемые защитники нашего города, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, ветераны, всех, кто принимал и ковал эту победу. Уважаемое молодое поколение студентов военмеха, я поздравляю вас с этой замечательной датой 75 лет. Я знаю, что, закончив институт 53 года назад, мы постоянно отмечаем эту дату, потому что сила военмеха всегда находится и находилась в душе его учеников, его преподавателей и профессоров. Но я сейчас хочу остановиться на двух моментах. Значимость даты 75 лет имеет двойное принципиальное значение. 75 лет назад только духовно-нравственная сила, соединение воли, мужества и интеллекта позволило жителям города отстоять свой город. Эта духовно-нравственная сила позволила совершить тот подвиг, которому нету равных. Но важным является другое, то, что тогда, когда была блокада, когда город был блокирован и не позволил окружить Москву, не позволил Японии вступить в войну, и не позволил прервать поступление продуктов с Мурманской и других портов в наши города, важно было другое, что это был один город в одной стране, на которой ополчились враги со всех сторон. Не только немцы, вы знаете, армии были разные. Но, к сожалению, история развивается по спирали. И сейчас мы с вами находимся в той ситуации, когда вся страна, наша страна, находится в блокаде политической, экономической, военной. Но мы знаем, что несокрушимая духовно-нравственная сила, которая присуща нашим жителям города, людям нашего Отечества, не позволит никогда, как не позволило 75 лет, сломить наш город, не позволит и сломить нашу страну. Потому что наше Отечество едино, мы живем в нашей родной, любимой стране, родине, Единой России. И которая знает, имеет вот эту нравственную силу, которая всегда приводит к подвигу, который будет в веках. Потому что у нас есть Отечество. Это вторая сторона. Кроме преемственности поколения, о котором я вначале сказал, почему мы все с вами едины, мы понимаем друг друга, что молодые, что старшие люди. Потому что и старшие поколения, это те корни общества, ствол, дерево, вершины которого являются новые поколения. И что хочет наш вероятный противник, наши враги, кружившие нас сейчас? Они хотят перерубить этот ствол, дерево, с тем, чтобы разделить крону от корней. Не выйдет, не получится. И я убежден в этом. Потому что мы с вами, военмеховцы, все преданы нашему Отечеству, нашей стране, нашей Родине, нашей Единой России. С праздником вас, дорогие! Еще раз с праздником! Ура!